И сейчас еще раз решите поздравить вас. Спасибо, что вы все собрались здесь. И сейчас награждение за первый день проведем. Уважаемые участники, чтобы открыть наше соревнование, парад равняйсь, смирно, гимн Российской Федерации. Субтитры подогнали Симон. Начинаем мы со всероссийских соревнований. В группе Ж-4, город-герой Севастополь. Рыжикова Руслана, город-герой Севастополь, второе место. И Константинова София, республика Крым, стала победителем в группе. Подождите, 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 куда? 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 Куда же? Так, улыбаемся. И поздравляем девушек Кираша, Бакмарова, Наталья и Суполова, Анатолий. Выполнили норматив в мастера спорта. Еремин Сергей, Нижегородская область, второе место. И Рыжиков Сергей, город-герой Севастополь, победитель. И Рыжиков Сергей, город-герой Севастополь. Дикулина, Дарья, Воронеж-Дома, второй место. Панкратова, Татьяна, Нижегородская область, стала победителем. В группу элите надо брать пример, как выходить. И Рыжиков Сергей, город-герой Севастополь, город-герой Севастополь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сергей Валентинович АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Афанатий Полец, Саратовская область, второе место. И Малыгин Илья, Воронежская область, стал победителем группы. Юлия Дырак-Севосетов, второе место. И Гильберг Валерия, Воронежская область, стала победителем группы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сфоткала с фотоправки. Награждение от города-героя Севастополя Алексей Федоренко и президент Федерации спортивного ориентирования республики. Третье место. На ужинка Алена. Второе место. Руковник Анастасия. Первое место. О, фотограф штатный пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ Группы женщины. Каповалова Анна. Третье место. Папова Анна. Второе место. И Павлова Анна стала победителем группы. Вот такой анимпидистал. Победителем в группе. И Смирнова Мая стала победителем группе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец! Молодец! Напоминаю, что сегодня у нас здесь дисциплина кросс-выбор. На старте при входе в зону будут лежать пакеты для карт, кому они нужны. После линии старта будут стоять столики. Первые дни мне очень понравились. Особенно выигрывать, когда ты бежишь в гору вверх. Всех ты обгоняешь, все тормозят, все идут пышком. Некоторые вообще не доходят, а остаются. Иногда ты выигрываешь, а иногда нет. Хотя тебе и трудно это сделать. У тебя есть карта и компас, и чип. Они тебе помогают. Компас помогает по направлению карты. Карта помогает, куда тебе надо идти. А чип ты отмечаешь. Всякие контрольные пункты. Я взяла три медали. На первый день я, конечно, не выиграла. Заняла четвертое место. На второй день я заняла первое место. Дала своим игрокам, соперникам, отпор. Пусть они выиграют, а я их потом догоню. На второй день, на третий день я заняла второе место. На четвертый день заняла опять второе. А на этот день ничего не заняла. Почему? Просто у меня КП не отметился. Хоть и отмечалось, он моргнул, но я не издал никаких звуков. Я решила, что он уже отметился. А он на самом деле никак. А время хорошее было? Время хорошее. Сегодня у меня было время 19 минут и 50 секунд. На первый день было время 31 минута и 2 секунды. На второй день у меня было 21 минута и 5 секунд. На третий день у меня было 20 минут и 54 секунды. Кто тебя тренирует? Меня тренирует Алексей Владимирович Коржев. Он очень добрый и хороший тренер. Всегда найдет, чем повеселить. Всегда дает ускорение. У кого он ругает? Он ругает, потому что вдруг неправильную дистанцию прошел, КП какой-то не взял или плохо себя на тренировке ведет. Всегда он веселится. На сборах это точно. Водит нас везде. Иногда на экскурсии, а иногда просто по парку погулять. Папа мне помогает раскрашивать дистанцию, ну как я бегала. Помогает всегда по тренировкам, добавляет мне их. Он всегда делает ускорение, чтобы я старалась еще быстрее бегать. Делает поправки, говорит, давай быстрей, а то корове проиграешь. И с помощью него я почти всегда выигрываю. Сегодня закрыта очередная страница в истории развития спортивного ориентирования в городе Севастополе. Окончанием всероссийских соревнований, в которых участвовала элита России, в том числе и не только. И в том числе региональных соревнований, которые у нас проводятся уже традиционно, под названием «Герои Севастополя», что характерно для героического прошлого. Соревнования прошли, как всегда, на высокой мажорной ноте. Конечно, не все довольны своими результатами, я тоже. Первый день я умудрился сняться с дистанции, загулять на дистанции, на довольно знакомом районе. Вот это вот место, в котором мы находимся, прекрасное, отроги Ильяская, которые нам до боли уже практически знакомы. Но новая рисовка, новая постановка дистанции. Сегодня соревнования завершающие, пятый день. В отличие от предыдущих дней, где мы бегали в заданном направлении соревнования, по выбору предопределяют особые тактические навыки спортсмена, когда из множества контрольных пунктов он должен выбрать самые заповедно понравившиеся ему, которые хитры и особенные вариантами подхода самореализации, как спортсмена-бегуна. Сегодня я так самореализовывался, что лидеру нашему севастопольскому Прокофьеву Александру Александровичу я умудрился проиграть целых 11 минут. Это, конечно, классно. Но, тем не менее, я вошел в десятку, шестое место. И радует то, что не ставя себе задачей победу, а участие и бодрое такое участие, золотую середину, я все-таки выиграл у лидера, одного из лидеров соревнований, спортсмена Гатаулина, мастера спорта, который заявлялся как мастер спорта. Он занял следующее место. В общем и целом соревнования прошли классно. Хотелось бы, конечно, побольше друзей и соперников. Конечно, некоторые моменты были связаны с отметкой контрольного пункта, потому что чипы не всегда реагировали на дистанции. Доволен выступлением дочери. Ну, в своей маленькой группе. Пусть не самая звезда, но она делает первые какие-то уверенные шаги, завоевывает свои маленькие звездочки в этих соревнованиях. Сегодня, к сожалению, пройдя контрольный пункт, она не соблюла правила участника проверить отметку на контрольном пункте, а именно профиксировать свою отметку чипом на контрольном пункте. В результате была снята, не обижаемся, делаем выводы. Впереди нас ждут серьезные соревнования на Ангарском перевале, первенство Южного Федерального Северо-Кавказского округа. Всего перерыв у нас два с половиной дня. Не расслабляемся, надеемся на лучшие результаты. Не подкачала нас погода, не было ни холодно, ни жарко. Иногда даже нас бодрил дождик с градом. А так, полное удовлетворение. Сограждение по итогам сегодняшнего дня. В дисциплине кросс-выбор. Начинаем мы с награждения всероссийских соревнований в группе девушки до 15 лет. Ведерникова Ольга, город Севастополь, третье место. Константиновая София, Республика Крым, второе место. И Рыжикова Руслана, Севастополь, первое место. Смотри, вот, два. Варя, Варя. Суя, Варуевская область, второе место. Инауменко Алена, Республика Крым, стала победителем. Награждение проводит Президент Федерации спортивного ориентирования города Героя Севастополь, Алексей Сидоренко. Президент Федерации спортивного ориентирования Республики Крым, Александр Осмолов. И Баринов Алексей Владимирович, спортивный студент российской категории, картограф. Второе место. И Леонтьева Елена, Воронежская область, стала победителем в группе. Третье место. Топовалова Анна, Волгоградская область, второе место. И Павлова Анна, Республика Крым, стала победителем. Трое место. И Рыжиков Сергей, город Филосополь, стал победителем в группе. Молодцы! 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 Топовалов Линхаил, Волгоградская область, второе место. И Осмолов Алексей Республика Крым, стал победителем в группе. У-у-у-у-у-у-б хочется добавлять. Алексей Республика Крым, Форми out of the village of Amsterdam. Аплосифам心 В группе Москва стала победителем в группе. Велостополь второе место и Полищук Максим, Республика Крым, победитель в группе. Молодцы! Молодцы! Второе место и Оргейский Крым, Республика Крым, стал победителем. Первое место и Оргейский Крым. Второе место и Полищук Андрей, Республика Крым, стал победителем в группе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Группы М-50 Чем вас жены ходят? АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Группе М-55. Трухин Юрий, Ростовская область, третье место. Акилин Вячеслав, Магаданская область, второе место. АПЛОДИСМЕНТЫ И Прокосец Александр, город Севастополь, стал победителем в группе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не дистал сломайте, Александр Иванович, вот не удалял, удалим и низ. Вольно. Слово предоставляется хозяину территории, директору соревнований, Алексею Михайловичу. Дорогие друзья, подошли к концу нашего соревнования. Нам очень приятно было, что вы приехали к нам, вас ждем на следующий год. К сожалению, сегодня не хватило у нас кипятильников, нагреть наше море. Но я думаю, на следующий год оно будет как положено. Удачный вам старт нам на этом году. До новых встреч. Спасибо. Итоги соревнований, которые состоялись, вот последний старт. Пять дней напряженных, упорных таких встреч среди участников. У нас 36 регионов. Участвовало соревнования. Более 400 человек. Проревнования закончились успешно. Все, кто готов был к этим стартам, они победили. Они, думаю, довольны все участники. Потому что новые карты, география, карты расширяются. Мне понравился четвертый день тем, что станция была побольше и посложнее. Я выиграл в финале. Это классно. Забил три медали. Одно второе место и две первых места. Два первых места. И все. Золото и одно серебро. Сегодня был кросс-выбор. Все брали любые КП. Но в нашей группе первое КП это было 60-е. Потом мы выбирали три любых КП. А самое последнее это было 100-е. Скажи, я взял три медали. Я взял три медали. Брон за серебро и золото. Ребята выступили хорошо. Пять дней соревнований. Пять разных видов. По каждому виду разный зачет. Многие у нас с медалями и с грамотами за первые, вторые, третьи места. Младшие ребята, которые вот только недавно пришли у нас в ориентирование, бегали в 10-й и в 12-й группе, показали хорошие результаты. Самые старшие наши ребята, кандидаты в мастера спорта, заняли призовые места. И средние тянутся за старшими. Будем надеяться, что в будущем и они нас порадуют. Субтитры создавал DimaTorzok